привет зритель сейчас как раз обедешное время и так получилось что я опять ничего не сготовила не у меня там есть суп рыбный но так получилось что там ни крупы ни картошки я рассчитывала на консерву она оказалась рыбой и томат это у нас каша между нами тепло доверие каши гречка с листными грибами выдавить работу людям с особенностями развития заварю ее наверное в этот раз все-таки в пакете мне уже согреты чайник хочу сказать они которые поддерживают мой канал с днем рождения тебя я ну и так зритель ты может видел какие-то мои видео последние не все правда смонтировала которая 28 сняла потому что в силу разных обстоятельств как-то я тут помирал очередной раз короче да кашу можно купить вот эту на озон либо вайдере с эти как я покупала либо отдельно тут у нас ложечка белый разлагаемая там на гречка с грибами ну чё там еще скажу а вот тут сушеные грибы жареный лук лук сушеный и соль ну еще соответственно гречневые хлопья короче тема у нас нашего монбанга в этот раз из-за того что я помирала в очередной раз я не все смонтировала ты возможно мог видеть какие-то видео где в конце были такие вот наложения в виде хороших комментариях возможно даже свой видел камен ты если ты хочешь получить свой камен в конце то можешь оставить потом под этом видео или под другим каким-то видео положительный комментарий ну я считаю что мой канал и по большей части несет добро людям если ты вот сегодня пришел на обед весь такой уставший с работы на обед чтобы покушать зарядиться позитивом свалить обратно на свою работу тема видео у нас сегодня будет от его запрос скажите как вы всегда сохраняете посетив всегда всему рады это знаки вопроса в чем ваш секрет знак вопроса на работу не ходите ну я уже наверно семнадцатого года на работу не хожу вот если считать работу работая все остальное не работает у меня тут дома работа какая-то типа вот с ютубом могу попросить видео на эту тему можешь попросить вот попросила выполняю правда обещанного три года ждут на 4 забывают чисто ваше мнение мне достаточно вы достаточно часто то в шорт 100 увидел снимать это камера очень часто включена ну да есть такое просто вот когда я словила этот телефон я так офигела от его функции потом она ну короче я хочу про эту тему поговорить пока у нас будут что я тут трендычу надо кстати вот вот так сделать поставить туда есть инструкция по применению встряхнуть упаковку расправить ее одной я ее конечно не встряхнула на камеру ну ладно я ее встряхнула открыть по верхним насечками я ее уже открыла сейчас откроем заново залить кипятком полтора к одному хорошенько перемешать закрыть замком подождать 8 минут ну и в общем пока мы 8 минут будем ждать я наверное эти 8 минут и потеряю постараюсь по крайней мере уложить я правда смутно представляю как можно в пакет налить вот так чтобы понять что там это ну полтора не полтора а если ты смотрел мои предыдущие два таких хавчика с этими кашами то уже понял что у меня как-то глазомер без ешкин кот она даже было перемешать без отдельной емкости куда вот налить чтобы ровно столько-то было периодами гуляет и меня такое в общем получается очень густой ступ или слегка жидкая каша ну я думаю что тут размешала теперь закрываем ну я буду режет что хочу сказать я сейчас только поняла что у меня в окружении правда пока только стивом случилось два френда но один то у меня давно френд а другой я надеюсь что вот все таки тоже френдом в смысле другом положительные люди которые смолятся 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 по большей части хотя когда никитос ругается он даже иногда вот ржач у меня вызывает ну в общем чё ложечка тут у нас пусть каш пока стоит как бы так и вот так поставить чтобы была в кадре я сейчас гляну в планшете сфокусируем камеру на ней либо на мне я забыла когда с камерой мы уже полгода с хвостиком а я все никак не дочитаю не досмотрю эти обзоры на нее ну смысле уроки так вот что-то тут уведомление какое-то а какая-то хренатень я только что увеличила скажите как вы всегда сохранять позитив что хочу сказать я не всегда позитивная у меня ранние видео возможно там были даже как-то реагировала негативно и так она нервно на какие-то каменты на кого-то еще на какие-то моя подруга маша говорит люди такой стран удивительный человек она всегда почему-то офигевает на какую-то дурь дичь странная на то на чё люди не офигевают ну короче я там периодически могла негодовать на какую-то хинею но почему я могла негодовать на какую-то хинею во первых методах лежала неправильная реальность и я жила с бабусей хотя многие считают особенно на форуме где мне моют кости до сих пор периодами спинка одного ферического человека короче вот люди которые должны не только на этом форме если которые считают реально на полном на серьезных щах хотя у нас тут гречка что и я короче говоря вот ну прям в кайфе жила сыр масля каталась ни хрена подобного меня могли в три ночи разбудите спросить а ты чё не спишь еще бы ты ж меня блин разбудила и короче когда я начала жить одна это так кайфово жить одной это кайфово так вот если я устал хрен вам хорошее настроение ну оно хорошее но я устал я могу резко реагировать там злобно вякнуть что то есть я устал если я хочу есть и если я устала либо я хочу есть либо я не выспалась либо я хочу на воздух либо все вот это вместе квинтэценцией квадратом треугольником дуэтиком или как-то так и смешанное я могу совсем быть не в хорошем настроении бывает что через какой-нибудь такой день все из рук валится вот у меня сегодня это моя любимая дофига бюджетная новая новая дофига любимая бюджетная сыворотка ну она уже месяца два со мной но в общем моя новая любимка в уходе сыворотка бюджетная детокс детекс хрен знает но она короче на по моему в уходе вот уже вышла бы даже на могли повтыкать на это видео в инсту я скидала фоточку так вот я ее сегодня достаю хотела на руку налить то все фейс протереть этой пипеточкой и она у меня вдруг не знаю каким образом фига хорошо не вся валилась а только где-то со столовую ложку ну бывает шесть рук все падает все раздражают у мечты сейчас я понимаю что-то наверно все-таки какая-то усталость и надо поспать иногда бывает что вот пришел из гостей они курят а у тебя конюхтивит это потом лежишь вообще ничего делать не может или он допустим неделю мне получалось так что мне бессонница которая в итоге спровоцировала ну бессонницу провоцировала и еще некоторые шумные люди частично и соответственно у меня случилось мигрени бывает такое что вот прям знаю что надо отдохнуть на нее я сначала вот это доделаю вот последнюю страничку датай плюда перевожу уже сидишь такая вся полудохлая или живая жрать хочется я могу быть разрушены потом бывает когда ты устал и думаешь вот этот человек и этот человек постоянно радостные вспоминаешь передачу в детстве смотрела смеха панораму и вот каждая смеха панорама заканчивалась у этого петросяна какой-то очень грустной шуткой все ржали но я чувствовал что там до хрена грусти он такой-то фига одинокий ни хрена ему не весело я думала что мне же бывает иногда грустно я думала что значит вот люди с одной стороны и с другой стороны они до хрена одинокие но там есть такой и тот и другой но они веселые но они веселые для того показательно потому что им на самом деле густо в общем не бывает таки на это законе но большую часть жизни я наверное веселая потому что как моя мама сказала я пофигист когда ее в детстве мы моем спросили какой я там вероисповедания в какого я там это ну чтобы обо мне не говорили мне как-то вот ну фель этого она сказала что я пофигисту так всегда всему рады нам знаете сидишь вот так то и пишите название я сейчас к тебе приду не я хочу сегодня потайпить мне всю неделю дергали всяком унилении всем было глубоко насрать что у меня свои какие-то дела причем до недавнего времени я только и слышала что да какие у тебя дела о любом моем хобби я точно так же могла сказать про ваши дела которые у меня так вот ну тех тех людей и значит допустим я делаю монтаж какого-нибудь обзора допустим кто-нибудь мне прислал чего-нибудь из вас я делаю монтаж а это хочется еще а если там что-то сладкое съедобное то хочется кому-то попробовать сначала мне обосрут чем дачу ты делаешь это ничего не делаешь а потом а это что тебе жалко что ли ты все равно ничего не делаешь или там он этот бартер на арик ты все равно ничего не делаешь есть у меня там одна такая была у меня лишняя вещь она стала ныть у тебя ну я говорю слушай вот кожа рук сухая хочешь отдам я все равно не успею его использовать до срока годности начинаю хотеть жрать чувство булькая тоже она да и потом есть люди которые вот ты им один раз что-то дал на халяву они уже все губу отвесили они не считают твою работу за работу блин это неделю как минимум надо себе потестить а потом на арик пишешь это не пять минут я не знаю есть люди которые высирают там почти куча туева этих отзывов может у них черника дофига написано если без черновиков это же вообще и вот умственный труд ну короче говоря сидишь вот так наконец-то села в тайп наконец-то села там что-то я так хочу порисовать я вчера хотела порисовать на нашла только пластиковые карандаши но это что я хочу порисовать не совсем четко и мне надо почетче чтобы порисовать на не суть короче я люблю гостей но когда они все-таки заранее как-то не я могу открыть дверь там родственнику который гулял я знаю что возможно на валют но иногда я уже спать пораньше я предупреждаю что я уже спать пораньше чтоб не зашло на всякий случай бывает так я к тебе зайду я занята я все равно зайду и похрен что ты занята я с собой еще свою дитю приведу которая ну как бы невоспитанная не знаю как себя вести в гостях и вот тогда я могу 15 минут выносить мозг на тему какого хрена ты приперлась я так же могу выносить мозг на тему какого хрена ты приперлась если ты приперлась на 15 минут раньше на на полчаса раньше чем договорились а так что я не всегда всему рада ну и знаете вот мы договаривались тишина что-то у нас уже давно так принято что подарки на всякие там не варенье новый год и так далее они вот ну то что ты хочешь а иногда тебе себя требует что что они хотят а мне дарят такое что ну ну нахрен она мне у меня квартира одна комната сейчас не трешка или такое ну как бы это чем я не пользуюсь и знаете мне на 30 лет подруга подарила то что ей на работу принесли бутылку вина красного и рафаэла рафаэла то я любила а бутылку то вина красного я тогда еще никакой я от красного вина тогда ласты клеил я тогда еще не на вашу чай можно разбавлять красным мелом вином чтобы нет чтобы реанимироваться телефон хочет же ох но я вежливая я скажу спасибо потому что меня мама так научила воспитала но это самая кошка блин прыгала чуть не поранила мне мой этот самый где кошка кошка сидит на балконе она тут напакостила и мы решили с ней что мне безопаснее чтобы она была там а я сегодня тут спокойно по трендычу если вдруг вы хотите лёля поешь волосы приправа ну банк ну отдельный донат опасно на этом либо либо это все тоже сообщение чего там можно мне есть чак в которой я уже захожу месяц по диагонали и почти не читаю мне что-то так вот как-то как-то вот как-то 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 не до него всему всегда рады ну допустим она мне подарила я тогда очень долго офигевала всех спрашивала какого хрена ну знаете вот ты приходишь на юбилей на день рождения к человеку знаешь что человек у человека аллергия на табак а ты при нем садишься и куришь да вот на captain black не нормально а на другой табак не очень вот тут примерно та же самая ситуация естественно рад не больше хотя вот я муж по морде лица не показывала что они рады в чем ваш секрет высыпаться правильно питаться отдыхать ходить на воздух убрать из окружения всех негативных мразей которые вот я была одно время навозом на фоне ленки розы наверно это плохо вспоминать про таких людей вот это я наверно может уже наговорила ну-ка эти 8 минут блин я уже подумала может она была на включить но 14 минут говорит на что же наговорила да вот она даже выглядит как кашу можно еще раз перемешать вот слушайте я же из пакетика то не ела я конечно поставила эту мисочку чтобы порадовать аню которая сегодня день варенья но суть в том что эту же кашу можно заварить пакетики и из пакетика лап дрожит и потому что не выспался пришлось она встать вкусненько я же ее должна зафоткать для арика как ни хрена там темно и ты не видишь на давай вот так тогда сделаем у меня даже нужны консистенции более-менее вышло ложка так свали как бы блин это сделать то ладно если чё я обрежу поток чё-нибудь познала подружить дугала подражить кайфово блин давай включить уже надо как-то куда-то сейчас люди это вот так сделают могут описать надо же все нормально а чего его выключила мне же надо этот скриншотик то найти чем ваш секрет короче во первых надо убрать из окружения всякая токсичная дома вот кошки падает мне попался лучок высыпаться правильно питаться ходить на улицу на воздух и что еще отдыхать если есть возможность заниматься тем что нравится даже но я не понимаю людей которые вот нелюбимая работа не я могу понять что вынуждены работать там вот где не нравится но чтобы было на что кушать потому что то где хочется работать или нравится не получается найти на но если нелюбимая работа есть шкурка от лука сразу понятно что это натуральный давно был жареный либо сухон и вот такой как у меня он там под помидорами да люди у меня есть помидоры я узнал от своей троюродной тети что у нее такая же ситуация как у меня они только если суп уже годятся виду уже никак куда-то еще прилично угодно но он жареный как раз вот именно тот лук и он как бы не воспринимается как допустим вот вареный лук и не очень а жареный я еще могу тесто мне очень нравился есть дедушка делал жареный он был какой-то такой сладковатый и мне он нравился до какого-то момента потом гастрит случился а вот вареным всегда мне как-то не его ощущаю так вот если нет возможности исключить нелюбимую работу то найти какое-то хобби которое по позитиву и кайфу будет перекрывать негатив от нелюбимой работы когда когда она научилась в наглую людям кто-нибудь может потом вас люди которые ищут воспринимают меня с негативной точки зрения ищут во мне негатив вот для вас пища вчера подружкам но я понимаю что и на погадать не выпала на нога на давай идут я вспоминаю что у меня как еще в таком состоянии я же искал из колоды таро переделывали нам это точнее варакулы и ценим им лет 7 если не 10 не как тряпочки подруга давай ты мне сделаешь подарок на 8 марта найдешь сети вот эти карты таро увлекиться и в нормальном видим закажешь допустим с базу а я тебе за это погладаю хоть целый месяц в итоге в итоге у меня будут новые карты и вот я думаю блин я сейчас такую наглость говорю меня на могут послать на три буквы так вот надо не бояться говорить наглость когда я научилась говорить наглость ну с точки зрения тех кто меня хотят допустим да вот даже если они говорят я не укрепляю я просто пришел на твой канал тебя обосрать потому что я там это так поднимаю свою унылую самооценку так вот если ты уже зритель как я все время стесняешься сказать ну стол шатается полный ровный дом кривой стоим начали его строить когда был советский союз потом советский союз рухнул его достроили уже спустя пару лет после развалов советского союза поэтому кривой на самом деле не знаю почему может и не поэтому когда я поняла что люди не понимают ну как бы я же общалась со всякими людьми с ними было интересно так как я ленивая я избегал конфликтов и а люди попадались от 90 процентов из статьях ну допустим 9 10 тех кто если не вы если сказали я мне это не интересно ну в смысле как вот не высказывает свое мнение из вежливости чтобы не было срачей то нужно сеть на шею или допустим когда говорила что нет мне это не нравится я бы слушала кучу всякого говна себе и человек соответственно показывал себя с той стороны с которой больше мы с не общаемся с ними для код чем чаще показываешь свою я и говоришь свое недовольство там что-то мне не хочется этого причем больше тем ответ говорят какой же ты говно на дни нас не сказали несколько разных человек разное время что я стала очень неудобно и вот когда вам это сказали на любой половой орган этого человека ваше окружение очищаться от всякого давна соответственно положительных эмоций от этого будет стопудово больше потому что когда вас со всех сторон днабят да вот у тебя зубы молочные да вот у тебя рука трясется ну трясется у меня рука завидуешь да завидуешь тоже трястись будет если выживешь ну короче вот такие идиоты если вас окружают соответственно ну как бы нет не всегда от радости больше прыгать скорее всего это те год напрягать и ты будешь думать сначала я думала что-то что-то во мне дело но потом поняла что дело не во мне в этих тех кто у меня тогда окружал надо освободить свой свое пространство от всякого мусора когда у меня очередная подружка свалила даже это снегирика меняемая подруга питерская сказала мусор сам себя вынес так вот бывает что ну то сам себя выносит и знаете когда вот вы убираетесь в квартире даже если лень вот уберешься в квартире чистенько все так сидят кира кира и настроение хорошее не понимаешь мусор выкинуть какое-то освобождение такое вот это подытожим высыпаться правильно питаться отдыхать быть на свежем воздухе заниматься спортом туда же можно элементарным дорогу суток гирю помахать или в течение дня на велике покататься гимнастику сделать вот и не иметь своем окружении токсичных людей которым религия не позволяет самим себя вынести как мусор но не каждый мусор может сам себя вынести они в такой стадии когда настолько мусор сам себя не выносит что они сами себя не выносят и вот от того что они сами себя не выносят они везде вот этим говном воняет причем таких людей на самом деле мало но от них шуба до хрена не хватает будто их мало на работу не хожу чем пожрать на камеру не работает но в том самом смысле да не хожу летом в огороде в саду по просьбе трудящихся по собственному желанию пчел потом выдают монетку и в прошлом году на монетку я купила курточку правда еще добавила баба под опросом я купила валенки мне еще бабло осталось чисто ваше мнение могу попросить на видео на эту тему ваша можешь можете на любую тему попросить если уж она совсем из ряда вон и я не осиливаю на данный момент то я откажусь бежево либо же может туда серию но не откажусь но запишу линза когда либо же вот ну надо напоминать чисто ваше мнение вы достаточно часто то шорство видео снимаете будто камера очень часто включена я не могу ее сейчас взять и показать потому что она как бы стоит на штативе ну да она маленькая уютно и удобно и я ее всегда хотела ну в смысле когда впервые увидела денег на нее не было потом спасибо вам кто за донатил идите тусу за подкинутые девять к но где-то так на одну треть от цены камеры я с ней везде таскалась практически я с ней чаще таскалась чем допустим с камерой которую по неправильной информации озон выбрала не ту модель ну смысле там был 100 и 100 плюс и я вот почитала что там разница нету только в цене я купила та которая до 3500 оказалась одна модель другая немножко на телефон я на этот снимал я монтаж еще не делала возможно там вот какая-то нотка негатива в этом он тоже сначала подумала вырезать а потом думаю и же люди которые а есть они которые мне то нравится когда-то там бухтир пух пухтишь ну в общем недовольно что-то бугнишь а мне иногда еще когда я монтирую свое недовольное если я при этом положительном состоянии месяц весело видимо то я сама тебя пройдешь когда я бухтю так вот еще наверное основной момент еще надо самой себе переться я тут общалась а месяца три в каменках в одном сообществе с одним человеком я была уверена что это дофига красивая девушка но оказалось это парень тоже дофига красивый так вот надо тащиться себя еще если я себя тащишься по соответственно даже когда вот ну устал хочется есть все вместе она еще как-то немножко свешивает топ облегчает состояние негативное и само немножко да чуть-чуть до позитив будет ну и вот и товарища забегаем вперед у него есть возможность снимать на камера в камере как картинка в и соответственно мне хотелось это попробовать я давно ждала я купила этот планшет для управления этой камеры с которой пишу камеры для монтажа и с расчетом на то что я смогу с него выставлять шорс оказывается youtube до сих пор не доработал эту приблуду чтобы с планшета заливать шок но вот с браузера ну смысле с телефона с поддержкой google сервисов это можно и тут та фишка на которую я давно хотела поюзать естественно я прыгала с этим телефоном где только можно его быстрее взять лучше на него записать половину шорс ну где-то две трети шорс я писала в этом с момента как его купила где-то серединаряю где-то купила ну короче говоря я писала хоть я и нашла функцию как на этой камере писать шорт как я на поставить чтобы можно было писать шорт почему управлять планшетом я в шорт писала с этого соньки поставив ее на 90 градусов нет на соньку я тоже был писать там просто такая фишка что ее видеофайлы пока не нашла программа монтажа которая на android подходила и можно было бы монтировать быстро ну не быстро это только на мавави на винде может быть через какая-нибудь программа на риноксине но мне риноксину надо переустановить вручную новую систему потому что как-то она там обновилась не очень удачно летом я узнала про это то что она вся обновилась и вышла ну короче сейчас на ком включаю чисто залить сделать архив дробоксер релиза и залить его на читалке плюс можно там что-то еще глянуть или посмотреть может там это есть поэтому на фоне я пока не снимаю и вот шорсы я снимала на этого товарища все вертикальное видео и тащилась от него в нем можно монтировать у него записи внешки на 2к еще есть я начала хотела купить чуть подороже значит нужно запись у 4к не запись 4к не сумеете вот это вот так вот это насчет того что нет она вы достаточно часто то шорту видео снимаете раньше меня шорт дико напрягает ну да ну не буду дачу я буду эту хрень снимать да-да-да-да-да и мне youtube попробуйте шортс попробуйте шортс такой формат такой формат и тут у меня втянулось такс это очень замечательно а ну хорошо а нет это про другое будто камера включена будто камера очень часто включена и вы всегда на вид хорошем настроении видимо да это очень замечательно да я то что говорю всегда такая по детски наивная в хорошем смысле и весело и весело но примерно так и есть вот у меня подружка я думаю друг он тоже уже привык что я офигеваю на какие-то ну на такие вещи на которые люди то вроде как и не должны офигевать все хорошо но в пакетике вот остается совсем чуть-чуть и хрен это достать живот мы с тобой только что поели понимаешь второй раз за день а сейчас уже у нас я думала часа два это долго собирался 27 минут четвертого дня короче я кашку выскребла очень вкусная кашка процессе разговора ее ешь даже не замечаешь я еще раз поняла что гречка с грибами даже из пакетика от между нами очень вкусно на самом деле надо вот так мне сделать гречку с грибами так у меня там чай возможно он остыл возможно не остыл хоть я ее немножко по ну как бы она изначально чистая была но там уже было кашек много надо ее залить потому что чтобы я потом не стирать мне здесь есть чай который я скинул в телегу и в инсту а еще у меня тут есть вот этот чай я его уже пила на каком-то бумаге мне кажется а может быть даже отдельно пила хрен его знает это порошковый зеленый чай с сахаром снова пересекли правда тогда марципана не поверю потому что он сладкий как марципан шоколадка они еще какая-нибудь ложечка на помешать так спокойно и достаточно корректно я еще давно поняла что если я в хреновом состоянии даже положительные камень по диагонали прочитать у меня была бессонница потому что мигрень еще было дико но как бы я хотела спать но не могла уснуть уж у меня дико болело я лежу значит такая еще в телево записала лежу такая ну как бы было хорошо помедитируешь так и будет чертова пройдет по всему телу так будет поменьше еще еще потом подумала что так вот лежишь боль от головы распределилась по всей тушки и это бы вот ну будет равно какие то какая то вот фигня которая испаряется ты вот так лежишь она постепенно себя испаряется и уходит она конечно распределилась по всему телу калькови от этого не стало ты бы уже болелась голова голова конечно болела меньше это меньше меня и геморрит когда в смысле допустим болят ноги или руки или все вместе болит не считая там головы черепухи со всех сторон или сразу считать частей этой головы я это нормально воспринимаем могу вырубиться когда там что-то болит но когда блин болит голова это от израиль но я что-то решила для нас время и мыслю как раз про воздух какой-то в черновик зафигачить смотрю там человек веселый в сети ему типа ты чё не спишь а у меня ты чё не спишь мне правда сказали что раз у меня мигрень типа это хрен это тут телефоне шарахается ну и там что-то он такое писал я только на следующий день перечитав поняла что я первый раз неправильно поняла но не совсем так поняла да мне негативное было но я к тому что когда вот меня достали я устала у меня плохое настроение в результате там чего-либо я конечно еще расстраиваюсь там что-нибудь такое вот пообещали договорились все точно я уже не воспринимаю это давно что если что-то пообещали тебе сделаю потому что очень много раз кидали лучше воспринимать нацеливаться на то что вау она реально случилось чем блин я так на это рассчитывал и все грусть ну и понятно сделала слезки слезки короче когда я уставший я стараюсь не отвечать на комментарии не читать потому что но был период когда мне срали в камень в туевой куче допустим когда у меня код по умер и одна идиотка которая в свое время была моей подписчица и мы даже в личке общались в фейсбук утащила это сначала на форум насек а потом еще куда-то там видео еще написала на на тему меня напомню потом удалила я пыталась через youtube через поддержку выбить за суспенс чтобы ее за суспензили этом видео ну толку 0 по большей части вот когда какой-нибудь ну умер допустим человек какой-то до близкий я крайне редко заметила за собой сейчас переживаю когда он там кто-то близком окружении дает богом душу грубо сказал умирают или что-то такое случается но бываешь и такое случается и переживаешь и вот я в таких состояниях стараюсь ну не смотреть вот этот момент еще знаю что какая-то срач идет там и в какой то момент в этом году и в прошли в конце прошлого года может быть когда я стала писать комменты ну не я заходила в одну группу в контакте смотрю новым рынка кассанда порвала лучше какую дичь они пишут лучше я пойду мангу почитаю а тут что-то зашла и там такой веселый человек и всего комментов я ржу стабильно так вот я как-то вдруг заметила за собой что там такой случился вперед что мне стало вдруг пофиг на людей которые вот усирают ну да только вот если я там уставшая ним меня просто читаю и мне хочется я вслух ругаюсь а пи 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 типа на себя посмотри как она такая но мне не идет это написать а раньше могла как-то среагировать негативно и раздраженно меня напрягала одна тп которая высирала тут августа шо ли месяца прошлого года лица сентября уж не помню до момента когда мы на тебе денежку забанят суп я ее забанила я думала что она после этого выселит еще сто пятьсот аккаунтов когда этого было другой стороны когда ее игнорировала а я ставила лайки думаю ну я и поставлю лайки и ее похвалили да она получила этот лайк она свалит или перестанет срать в комменты именно срать а нифига думаю я ее буду игнорировать опять нифига акации надо было изначально забанить ну кто знал что она не высвет там ту его кучу кисок дырок и так далее как было до этого есть какие-то люди которые годами на меня подписаны либо смотрят меня уже вот там 16-15 года и периодически вот заходит чисто посрать я читаю их комменты и я думаю так а дальше тут на полтора монитора сейчас будет какой-нибудь высернуть и меня досчитаю потом и вот через недели две могу так пройти с ноутбука или с планшета и а тут что-то высралась там кто-то высрался кто-то с ним на начал сраться кто-то его поддерживать то что он на меня хейтит кто-то поддерживает того кто поддерживает другого кто поддерживает меня как то так есть какая-то тема что я стала с этим товарищем тут не все комментарии подказываются не в youtube приложении не в этом самом не в творческой студии не все комментарии приходят на мыло и получается так что я был период что я три недели не брала две недели не брала руки по ланшету может даже и три две недели не брала в руки по ланшету я захожу потому что маленький видео монтировала тут может заметить у меня был тогда пик куча всяких этих шортсов и я захожу значит и думаю блин о тут какие-то комменты на которые оказывается даже не видела не читала они есть но в самом начале помню даже писала в шестнадцатом что ли году или в пятнадцатом фиг знает конце пятнадцатого началь 16 видос у меня какой-то был что хейтеры такие люди которых ну надо пожалеть надо порадоваться пришел хейтер по слову я не помню как название но там что-то было про хейтеров я еще хотел так трилоги записать еще про что-то еще про что-то и по моему она у меня в блокноте где-то лежит а то записано про что ну ну до этого видео я все-таки дошла чем изначально но вроде как планировалось без хавчика там даже кто-то давал тему что может записать асмр и почему она не вышла с мэром потому что разница в голосах там на сколько-то на два-три человека было и сама не планировала эту тему втирать асмр потому что люди слушают а потом спят а те кто не любят асмр а им хочется послушать пролетают мимо получается так спокойно достаточно корректно отвечаете хейтером в общем я стараюсь отвечать хейтером когда я не уставшая не занятая и в хорошем настроении а еще бывает у меня такое что вот но думаю чё с ним церемониться он тут не стрел какую-то хрень ты ему говоришь а то он гонит другое видео про то где этого видео было где говорю что если вам интересна тема театра книги был диплом 2012 году на тему культурология и вот там что-то такое он есть на архивах орг и меня человек камен так пишет что я вот такая тупая докажи что ты умная дай хоть не почитать хоть какую-то работу тяжная ни черта нет ты чем видео смотрел жопой и я вот таким начинаю отвечать в их стиле они мне говном я просто им резко стёбом может это воспринимается как хэйт с моей стороны хэйт в ответ на хэйт но у меня это идет просто такой юмор у меня был перебывать таки переду жизни раньше часто было я какие-нибудь фильмы про рэперов или про негров посмотрю или фильмы где вот это или аниме где как бы не заслуженно оскорбают унижают и пакости другим людям у меня такой агрессивный позитив шоу вот что такое же подобное камен так бывает ну и плюс я пришла к выводу что негатых идиотов которые годами серут мне либо пришел я тебя не буду смотреть я тебя отпишусь ты плохая злая окей бай бай вали я в какой-то период думала что если мало комментов либо нет комментов или выкладываешь видео которое давно там полтора человека напоминала месяца 4 подряд или 2 года ждали и будут куча комментов и ни хрена комментов или выкладываешь видео и не ждешь комментов эту его куча комментов короче я думала что если нет комментов то это видео не будет мои видео не будут попадать в рекомендованы и так далее новый зритель соответственно не придет хочется же нового зрителя еще помимо тех которые это все эти 7000 у вас а 7600 всем подписчиков хочется побольше хренды хочется больше охватить людей которых которые словят от меня дзен-позитив и так далее им станет хорошо ну и я пришла вну к выводу что некоторые комменты которые меня раздражают потому что я забываю иногда что суты тупым человеком бесполезно спорить во первых на его уровень не спустишься я же не знаешь ну как бы он начал может косить под дурака а дурак подумала нет и на уровень тупой биомусора него не опустишься на уровень тупого дерьма никак не продать и потому что он тебя в своей тупости переплюнет ты же умный а он тупой а я иногда забываю про это и думаешь люди как-то вежливо отшутиться там как-то по-доброму ответить человеку станет хорошо он помест он был неправ и не будут срать дальше она не прокатывает и думаю блин а нахрен не тут это полотенце говна если забанить его удаляться комменты соответственно все 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 плюс там какие люди мне что-то писали вот я когда забанил эту канал культуры или как там она называлась а соответственно где-то какие-то ветки ушли и вот эти вопросы на видео за вопрос ответ который кстати она же и подкинула я уже собирала но не все еще собрала нам или потому что нам на имел приходить приходили большей части все комментарии я подумала что где-нибудь ну вот так вот его забанишь какой-то человека какая-то инфа была вот у ветки нормальная которыми нужна была вот других людей я пришла к выводу что можно просто удалить комментарий высер какой-нибудь юлий у которой сейчас ник м джи из белоруссии высер вот этого чувака который с прошлой осени меня смотрит по смотрит подписывается то есть три тон там доктор наук тон там ветеринар то он там еще кто-то его надо анонимным с анонимного аккаунта ты можешь хоть кем быть а в реале какой-нибудь ущербная унылая говнишка ну я пришла к выводу что можно удалить просто эти комменты пусть лучше но и год без единого коммента ну с какими-то там просмотрами чем ролик и там ветка папа боли какого-то аванимного говна которого ущемило где-то что-то сам себя сейчас такое время да сейчас такое время какое оно сейчас время 15 часов 41 минута в обзорный чат опять пришел какой-то спам новости читаете я иногда читаю новостью меня раньше была такая тема я читала заголовки новостей потому что зайдешь заголовок один кнешься на на эту новость а то вообще что-то левое я поняла что лучше читать заголовки новостей потом я даже читала иногда какие-то новости меня папа болела триггерила вызывала какой-то дикий негатив я всю эту хрень выплескала в телегу и многие люди от меня отписывались либо кто-то писал что типа чё-то на это обращаю внимание либо вскрывались те прыщи которые долго-долго косили под адекватных добрых зрителей но я поняла что еще мне товарищ скалашу типа ты же не может изменить я подумала что я же не могу изменить то что уже прошло то что где-то там происходит и смысл негативно реагировать особенно я читала там уставшем состоянии соответственно распринимала это слегка негативно 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 реагировать на негатив который я там читаю думать а ну нахрен луча какой манку прочитаю правда меня помню очень до недавнего времени очень сильно поболела я бы про это писала что вот а блин как почему эти криворукие дебилы не могли перевести нормально ладно не могли перевести нормально прочитать вы могли то что вы перед то что вам машина перевела почему уровень грамотности ваших вас такой тупой она же у меня в комнате думаю что там за звуки ну ладно бывает такой так что мама дорогая правда это встретила человека который тоже так считаешь что мама дорогая ну так отстой ладно клин клин отсутствует ну так нет руки подписать не можешь почему ты поверх это тайпишь ну короче о мы обратно на волку нашли в окно и увидела это по поводу новостей а потом ну да я про какие-то новости узнаю из чата магирэка манги фэда магирэка игры из чата обзорки арика а другом япония в россии и он иногда мне говорит а вот ты знаешь что там в россии про это а чё да что про то что от родни от подруги на это вот про то знаешь мне еще не прикалывает она там спрашивает про какой-то общего знакомого знакомой знакомой я давно уже не общаюсь с теми людьми с кем могла бы вот их знать а да ты в таком танке что ты не знаешь и вот она удивляется ли она мне просто про какие-то новости рада если меня это заинтересовало я пойду читать посмотрю да вот новости а если это новый с негативным оттенком то в принципе я просто приняла такую позицию если я после кучи неприятностей в жизни если я на что-то не могу повлиять и это только тратит нервы время ухудшают настроение отсюда самочувствие и можно от нервотрепки словить эпилептический обрак свариться просто в обрак или словить даже мигрень то зачем обращать на это внимание но у меня всегда это было как-то я такой танкист я помню про что-то не узнала мне глебушка в на тихоретнике еще как я понимаю что ты в танке но не до такой же степени но нельзя быть настолько абстрагированы от окружающего мира с одной стороны когда ты абстрагируешься от окружающего мира соответственно ты не переживаешь по пустякам либо не по пустякам либо по каким-то серьезным таким проблемам плюс ты даже если знаешь о каких-то серьезных проблемах я знаю что ведь творится плюс минус но если я сама лично не могу физически на это повлиять и от моего вот не не хочу чтоб так было никак и ничего не изменится то я считаю что лучше абстрагироваться но и потом чем шумнее новость тему более серьезнее то что решили не показывать я не знаю правильно понятно ли я объяснила допустим где-нибудь там корова сломала ногу давай а тема вот с этим котиком где мужик там какой-то вез какого-то кота куча людей создали петиций и так далее а если докопаться до сути то там вообще ну ну конечно это все жутко нафигевали мы с подругой с одной но это шумиха она покрывает допустим что-то что более серьезное страшное чем будто ситуация с этим котом и если она где-то что-то произошло а поверху 90 процентов населения бомбят вопятые шумят в смысле бомбят голосами своими негодуют по поводу вот ситуации то что-то очень серьезное и более страшное попутно происходит его не замечают такая позиция просто интересно вы всегда очень позитивные очень этим залежать и через экран но я считаю что как бы давно пришла к тому что просто не был какой-то мне какая-то подписаться что-то прислала и это что-то прислал присланная была немножко покорожной почты не было скалом ну мою негоду и на негодую вот скажи это введешь вот так было и конечно от этого мою негативная ну как бы когда даже я монтировал это видео я поняла что ну ну несет негативную реакцию вся эта положительная эмоция от того что у меня кто-то что-то подарил она перекрывается полностью это негативной реакцией и я решила что даже если люди меня просят сказать что-то негативное я не буду это делать потому что допустим будь я у меня три позиции зрителя допустим я бы не осилила какой-то свой обзор где вот я там показал распаковку это все мне побыстрее чтобы глянуть и как она выглядит но есть и те из вас тут любит вот это вот либо там допустим я снимаю видео и про какую-то тему определенную меня унесло вдруг дай потому что у меня в жизни там сантехник что-то накуролесил я про это сейчас мне хочется это сказать потому что в принципе это лайфстар блок да а когда начинаю монтировать я думал блин да ну тут негативное такое может что-то вырезать чертовой матери и третья когда я как бы считаю что ну наверно все таки это четыре тогда варианта четыре варианта зрителя которые на место которых я становлюсь если представляя себе было зрителям потому что них на не зрители не смотрю блогеров не на и давней на людей как-то побольше чести блин тогда близком окружении что-то случается и узнаю самое последнее хорошее это или плохое или вообще что-то случается что-то у меня запись это нормально уши на много время есть вот блин в банках и съели а все остальное так вот сейчас я тут посмотрю третий тип зрителя человек приходит на youtube если не за каким-то обзором как я допустим что вот я хотела купить масло прессы мне прям это очень сильно хотелось особенно после того как я первый раз попробовала сжать масло и хоть не все говорили да зачем не тетя моя сказала грунт на такое ощущение будто я рассталась с парнем вот отношения закончились как жить дальше нагреть но это время все лечит поржала так с меня вместе со мной дым потом итоге купил уже все-таки хотел и вот если человек заходит на youtube не ради обзора на какую-то вещь которую ему хочется купить и он был в поиске и выборе состоянии выбора то он по большей части на у приходит на youtube расслабиться я смотрю на youtube они мы если не могу допустим их найти на том сервисе где обычно смотрю соответственно я смотрю получить как бы такое удовольствие мне нравится смотреть аниме я вчера напоролась на одно аниме 2011 года никогда не думала что такой стиль мне будет близок что он не вообще понравится хотя мне нравится ну некоторые аниме вот ну предательство знают мое имя гравитация там общая такая тема есть еще какую-то но я не думала что у меня сам стиль тоже нравится просто он не как бы я всегда к нему как-то предвзято носилась а тут такое ржачно попалась а ты с половиной серии осилила хотя мне надо было 8 часов сегодня встать но в итоге еще два стола на часа залипала на странице одного чувака морда лица которого мне приглянулась и мне очень хочется его нарисовать потому что у него такая вот очень интересного пирица и вот опять юля тут написала ну и чё я считаю что вот этот как бы зритель приходит на канал расслабиться и ну кто-то идет на трэш эти каналы где там всякая дичь я помню я смотрела это эльдара приятного который там какую-то беременную беременную все время обсуждал или еще какую-то фигню и меня так бомбило от его шуток где он высмеивал пороки какие-то людей или высмеивал их какие-то недостатки или еще что-то будучи сам извините не хадзикон красивый мужик или то тот красивый человек который сначала за девушку приняла внешне даже и будучи сам как бы не вау святая простота ну не пример для подражания в плане там чего-то хорошего потому что я считаю что все-таки контент должен быть свой они на основе кого-то кого-то там где-то взял не обязательно сплагиатил но просто ты что-то выдаешь и ты вот строишь свой контент вокруг чужого контента вот эти все реакции пародии и прочее фибуха даже пародии ладно но когда вот реакция вот идет 90 процентов от ролика это видео чужое а потом концепт ха-ха-ха моя реакция на это ха-ха-ха я бы на месте youtube ввела запрет на монетизацию таких видео так вот меня бомбило от этого альдара приятного я периодически про это где-то писала меня очень это негодовало потом мне кто то есть зрители которые уже меня по моему не смотрит по какой-то причине может смотреть не знаю но по какой-то причине он со мной кто-то со мной из них общался обычно это какие-то мальчики были странные а потом они сначала ты такая злая плохая я с тобой не буду общаться 120 дней без кредита смысле по кредиту с кредитом сбербанк и и ну так вот я потом как бы ну что типа зачем негативно смотреть если она изначально не нравится я подумала что правда он правда можно почитать просто мангу я даже уже не папа бурю по большей части мы даже только мысленно иногда что когда вот там но видно что настолько там допустим одна страница мангвы и имя героини 15 раз переврали в начале это звали марина допустим а концу она уже стала юки так будто к тетушке в гости пришла тепло и уютно не только от вас на от вашей кухни ой как круто я так рада что кому-то нравится моя кухня потому что ну тут ремонт такой как я хотела как бы тоже тут все то что я хочу это на механке было ну как-то там но но само было то может конечно нужно было ремонт но там она была какая-то вот так кухня квартире где я родилась изначально это вот немножко оставалось еще чуть-чуть но оставалась атмосфера того что изначально было так вот я очень рада что есть люди которые считают что моя кухня уютная и я к тому виду что я приняла решение что все-таки лучше снимать видео когда я не уставшая когда я не расстроена чем-то когда у меня не негативный какой-то оттенок характер в этом восприятии или голосе есть потому что даже самую приятнее манте продумантировать когда ты что-то я их но у меня кто-то вспомнил да кто-то я блин вспомнил когда монтирую что-то вот даже где-то я у меня почему я иногда спрашиваю что вот я тут бухтю что-то вырезать это может сначала бухтю мне нормально мне надо выговориться а потом я монтирую я понимаю что я не хочу вот эту хрень слушать час я понимаю что это было на тот момент вот прям дикое негодуя а сейчас она уже прошло и хрен бы с ним неприятно но что сделаешь но есть люди которым нравится вот этой что некоторые мне пишут что мы тебя смотрим нам нравится и положительное и отрицательное то что у тебя в жизни происходит ну вот этот вот стайл как наблюдаю за человеком через скважину и четвертый тип зрителя наверное это вот это тот который любит вот это все но как бы ну вот пришел человек ему это интересно но я считаю что все таки вот как бы смотрит все все вот это подряд но если он пришел с работы уставшие либо что-то задолбало надо глянуть что там у лёли у лёли там какой-то негатив прет на хрен и у него я тут я тут есть такой негатив и у человека может как бы от зеркала увеличивается у человека соответственно и посмотрел лёлю и у лёли там что-то потому что мне иногда просто если люди которые мне пишут что типа я там переживаю что ты вот за это перерываешь не перерывай за эту хрена тень думаю блин а я уже забыла про эту фигню я думаю что блин надо же мне так неудобно человек переживает за какую-то хрена тенька которую я переживал на тот момент жизни ащетки на него щипок так вот я решила что все-таки лучше снимать в позитивном ключе видео ну и потом как бы я помню я думала что я должна я снимала даже если с позитивом но у меня ощущение было что я вот должна вот мне хорошее настроение прям должно записать это видео потом я как-то эта тема попустила шляхаться ведь не должны ну и бывают моменты что мне просто вот на 100 я сделала несколько видео поставил их очередь они там две недели публикуются я думаешь блин youtube что-то надо писать эти чертовы пустые баночки или этот чертов уход этот чертов парфюм от концу месяца уже такой какой же ты лимон и куча каких-то других дел и устал как собака думаешь блин как бы каждый раз хочу же их вовремя написать смонтировать выложить просто был момент за последний год вообще вот за как вот смотрите ну чуть меньше может месяцев за 8 я ловила за себя на том раза три что у меня такое было что может на хрен это тупо просто какая-то вот усталость иногда так заходишь на канал спустя две недели потому что как-то но по диагонали никогда было читать уведомление там есть про новый камень сейчас я хочу у тебя же есть там не даму мне пришлось кучу твоей еды испорченную так вот как бы бывают такие моменты просто что тупо некогда ну знаю что будет некогда и поэтому я делаю кучу видео чтобы они публиковались там где-то раз два три четыре дня в очереди на публикацию и соответственно каменты не читаешь или читаешь там как-то по диагонали просто я пролайки вала но не отвечала и потом начинаешь такого блин тут столько комментов вау и с одной стороны да ну нахрен этот ютуб а с другой стороны читаешь каменты думаешь а может а может что-то записать и да у меня с объяснениями туго если кто-то что-то понял то я за вас рада если вы не очень поняли просто не стесняйтесь задать вопрос лучше задавать его как-то конкретно они серии расскажи о себе так сразу ступор а что конкретно себе сказать я даже сейчас пришла к тому что о себе специально рассказывать ничего не буду если не спрашивают или если человек говорит ну нет такого что человек сказал что-то себе я понимаю что у меня такой похожий есть и хочется сказать тоже о себе потому что непонятно то ли спрашивают извинство в прости и я такой лос нации есть смысл человек такой 19 и от него тащусь от я его внешности на вот или от самого человека и чего-то вот просто потому что мне интересно а он за поддержание разговору развлеживаются и спрашивают у меня. И с одной стороны, хочется ответить, а потом думаешь, блин, а нахрена я тут это все расписала? Ну-ка, отредактирую сообщение, пока есть возможность. Вырежу там 90% текста из того, что я написала. И оставлю с кузьки нос. И во при желании можно зайти на мою страницу в какой-нибудь социальной сети, в основе ВКонтакте, в Инстаграм там или в Телегу или на Ютуб опять же. И глянуть, что я там делаю. То я такая, чем меня едят. Ну, так давайте я подытожу. Положительное, как ну, постоянно, конечно, в 100% положительном состоянии ты не будешь. Все равно будет в какой-то момент грустно, апатично, пофигистично. Высыпаться, правильно питаться. Ну, у каждого правильное питание свое, практически у каждого. Вот кому-то нормально отжаренного, а какая-нибудь Лёля Ласта склеивает. Высыпаться, правильно питаться, вести здоровый образ жизни по возможности, отдыхать, иметь какое-то хобби, которое приносит вам радость. Потому что у вас совсем нет никакого хобби, вы начинаете выносить мозг человеку, который тут занят был тайпом, и говоришь, я вообще-то сейчас тайпом занята. Ой, а мне скучно, сейчас я хочу повыносить те мозги, потому что я не знаю, чем заняться. У тебя же есть два шикарных хобби. Займись хоть этим, хоть тем, да ну мне лениво, получай, я тебе мозги повыношу. Так вот, как бы, не надо выносить мозги. Ну, иногда можно, но не обязательно. Не всегда. Иметь какое-то хобби, которое приносит вам радость. Если у вас, допустим, работа, которая не очень приносит радость, серьезно, опять на эту работу не хочу, уже забыл, зачем я на эту работу ходил, забыл, почему я кайф от этой работы получал. В общем, если у вас вот такое состояние, то заведитесь о какой-то хобби. Скандрейтом займитесь. Аниме смотрите, книжку просто почитать, там, какой-то хобби, которое приносит радость. И, соответственно, ну, высыпаться, правильно питаться, здоровый образ жизни, спорт там уже относится, хобби какое-то, приносящее радость. Гулять по улице, даже если там относительно свежий воздух. Ну и, наверное, все. А, еще освободить свое окружение, себя вот, свое окружение, почистить от всякого гнилья, по возможности. Либо минимализировать общение, если уж совсем из этой среды никак не выйти. Меня потому, что сейчас вообще не затащишь, у меня знакомая тут из прошлой жизни вылезла, она меня все то к себе за таз пыталась затащить, то еще куда-то, то к себе на работу пристроить, то еще куда-то. Я говорю, слушай, так хорошо. Я никого не вижу из тех, к кому я относилась, как к другу, а мне в лицо, за глаза, за спину, пакосте, или физически, или морально. Люди, которые меня подставляли или высмеивали, делали пакости в лицо, мне какую-нибудь хрень гнали, при куче людей, всякую фигню про меня говорили. Даже несмотря на то, что мне нравится, допустим, чем-то таким заниматься, я в такие компании уже даже не тянусь. Я даже, даже наоборот, когда меня зовут куда-то, где, я буду знать, что там будут такие люди, а я либо отказываюсь, а если человек не понимает отказа, ну нет причины для отказа, я могу случайно забыть. Я нахожу причину, короче, чтобы не являться. Вот так же, сейчас вспомнила про этот ролик, который до сих пор не смонтировала, ёлка Новый год, по-моему, у нас это ёлка Новый год, до недавнего, я не знаю, как сейчас. Ну буквально на днях она ещё была с гирляндой, ДК, ну смысл его дома культуры местного. Короче, когда я выпиралась 30 декабря прошлого года, с этой камерой, на которую сейчас пишу, поснимать ёлки, я там напоролась на людей. Я бы, конечно, могла бы к ним подойти, там поздороваться, какие-то дальние общезнакомые, но эти люди в прошлом моём столько говна мне сделали, что я решила, да лучше я сделаю вид, что я глухонемая, слепая вообще-то не я, и свалила в другое место и погулять, и подождать, когда свалят они. Вот. Зритель, напомню, мы с тобой сегодня ели обалденную кашу, гречка с лесными грибами, а в питерской фирме между нами, где работают люди с ментальными особенностями. Фух, сделана у нас была 2 февраля 24-го года, жила бы она 12 месяцев, весом она 52 грамма, 58 грамм, а готового продукта 160 грамм, ну, учитывая, что я чуть-чуть ещё, как обычно, воды добавляю больше, чем надо, хотя в этот раз, вроде, более-менее, она по консистенции была как надо, может, она больше чуть было грамм. И составлена у нас гречневая, хлопья лесные, сушёные грибы, лук жареный, лук сушёный и соль. И есть они у нас и на Азон, и на Вайберис, артикулы, на сеты, которые я покупала, на сет, который я покупала, я оставлю в инфобоксе, и на Вайберис, и на Азон, где удобнее купить. Потому что они есть, этот сет, и на Вайберис, и на Азон, хотя на Азон покупала. Ну, я надеюсь, что ты пожрал, если ты на эту тему припёрся и ждал эту тему, что ты всё-таки удовлетворила я твой запрос, и так далее. Напомню, пили мы с тобой матю два в одном, она как бы по образу и подобию японско-китайская, но сделана она у нас во Вьетнаме. Тут сахар и порошковый зелёный чай. Кстати, надо ещё, наверное, добавить пакетик. Ещё я попью уже, когда буду скидывать на планшетик это видео. Ну, если хочешь поддержать канал, где-то будет облачко. Если не подписан, подпишись, поставь пальчик вверху, нажми на колокольчик, тебе будут падать уведомления на твой телефон или другой какой-то предмет, где это всё у тебя смотрится. Ну, и что ещё? Если чё-то хочешь, чтобы я записала, можешь камень так написать, я не кусаюсь. Можешь подписаться на инсту и пролайкать посты, которые тебе нравятся. Мне будет приятно. Можешь подписаться на Телегу, все эти ссылочки есть в инфобоксе. Телега теперь открытая, именно мой блог. Там можно, в принципе, комментировать. Ну, и ещё, соответственно, там иногда я кидаю что-то из своих рисунков в бложек, которые тоже в Телеге. И иногда что-то пишу даже в ВКонтакте на стене. Ну, и как бы, что? Пока тебе, зритель! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok